Не всем людям легко открыться и довериться другим и впустить их в свою жизнь. Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которым это дается сложнее всего. В мире есть два типа людей. Одни открытые, как книги, им достаточно всего одной беседы с вами и в конце вы можете даже узнать, какие конфеты они любили в детстве и как звали их хомячка. Другой тип кардинально отличим от первого – это когда вы можете дружить с кем-то на протяжении пяти лет и до сих пор не знать, какого числа у них день рождения. В любом случае, нужно находить золотую середину в общении с людьми и не создавать вокруг себя невидимые стены. Чтобы поддерживать хорошие дружеские отношения, нужно, чтобы люди знали, что вы на самом деле чувствуете, чтобы легче понять вас. Дева Некоторые из самых сложных людей, которых вы встретите в жизни, будут принадлежать к шестому астрологическому знаку зодиака. И это Дева. Когда каждый отчаянно желает быть центром внимания, Дева будет стараться этого избежать. Они очень застенчивы по своей природе и рабки. Нередко имеют ряд комплексов, но с возрастом от многих понемногу избавляются. Им не нравится находиться под пристальным вниманием чужих глаз. Им становится от этого дискомфортно. Как бы не выхвалялась Дева, что ей плевать на то, что думают о ней окружающие, но это совсем не так. Вам понадобится много времени, чтобы сделать Деву достаточно расположенной к тому, чтобы открыться вам. Они предпочитают сдерживать свои чувства и не высказываться обо всем. Поэтому, если вы действительно хотите сохранить Деву в своей жизни, вы должны быть очень терпеливы с ней. Это единственный способ, которым вы можете помочь ей спрятать свою броню и открыться вам. Скорпион. Известно, что люди, принадлежащие к этому знаку зодиака, имеют загадочную внешность. Это доказывает, что никто не знает о них все. Каждый раз, когда вы думаете, что наконец-то узнали все о скорпионе, он будет шокировать вас чем-то новым. Тем не менее, скорпионы очень выразительно по своей природе. Просто они мало о себе говорят. Вот почему большинство людей заблуждаются касательно их. Вы должны быть очень осторожны, когда находитесь в компании со скорпионом или разговариваете с ним. Он регистрирует все в своем уме и как только у него возникнут сомнения по поводу того, что вы сказали или сделали, вы должны полностью забыть о том, что он когда-то хоть немного был откровенен или близок с вами. Он сразу отстраняется, если чувствует обман или угрозу. Если вы действительно хотите, чтобы скорпион открылся вам, вы должны всегда внимательно его слушать и держать рот на замке, не говорить разных глупостей. Скорпионам действительно нравятся люди, которые могут выслушать их, когда они переполнены эмоциями. Водолей. Водолей жаждет романтики и хороших интересных разговоров. Хотя многим он может показаться холодным и отчужденным, но это не так. За жесткой и непостоянной маской находится человек, который хочет, чтобы его кто-то слушал и понимал. Ему нужен единомышленник и оптимист. Говорят, что люди, принадлежащие к этому знаку зодиака, очень чувствительны. Вот почему им трудно раскрыться. У них есть страх осуждения. Каждый раз, когда они хотят кому-то довериться, их прерывают мысли о сомнении. Они думают, что люди будут судить их за то, что они чувствуют и видят все немного иначе. Ведь у них нестандартное видение мира и своего предназначения. Они всегда исходят из того, что если выскажут свое мнение, то останутся без друзей. Вот почему вы всегда найдете водолея, избегающего тем, связанных с эмоциями. Вы должны быть очень эмоционально привязаны и находиться рядом с водолеем, если хотите, чтобы он открылся вам. Между вами должно быть понимание и какие-то общие точки соприкосновения. Им нужно, чтобы вы были на той же эмоциональной волне, что и они. Только тогда они будут доверять вам свои глубоко укоренившиеся эмоции и страхи. Рыбы. Хотя говорят, что рыбы чрезвычайно чутки по своей природе и являются настоящими эмпатами, но им не легко впускать людей в свою жизнь. Они всегда готовы выслушать и подставить свое плечо, помочь тому, кому это требуется, но они никогда не будут говорить о своих собственных эмоциях и боли до тех пор, пока они будут абсолютно уверены в человеке. Они боятся испытать жестокость, насмешку, высокомерие и осуждение. Поэтому рыбы избегают говорить о своих чувствах. Они боятся, что их подведут. Боятся, что если они откроются, люди могут использовать их секреты против них же, как пули. Поэтому, если вам открываются рыбы, будьте уверены, что вы чертовски особенные для них. Цените их откровения и не смейте их обижать. Друзья, независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют и они. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok